Бисмиллах, альхамду лиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Я помню такие моменты, когда было ожидание экзамена, такое переживание, да, такая нервозность, субханаллах. И когда сдаешь экзамен и узнаешь результат, приходит облегчение. И, наверное, каждый в жизни испытывал такое чувство. Вся наша жизнь — это экзамен. Аллах, субханаллах, всю нашу жизнь испытывает нас. Аллах говорит, который создал смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас. Аллах говорит, «Мы создали человека из смешанной капли, чтобы испытать его». Субханаллах. «Мы, несомненно, испытаем вас страхом, недостатком в еде, в душах и плодах». Я обрадую терпеливых. Вся наша жизнь — испытание Аллах, субханаллах. Последнее время мы находимся в такой непростой ситуации. Не хотелось бы снова повторяться. Кто-то видит в этом какую-то пользу. Кто-то отчаивается. Как бы то ни было, коронавирус посадил нас всех по домам. Но Рамадан никто не отменял. Мечети, да, мечети закрыты. Мечети находятся, то есть на них висят замки. И на это есть шариатское обоснование. Алхамдулиллах. В шариате есть такое условие, когда есть вред людям закрыть мечети. Мечети закрыты. Как бы то ни было, что Аллах, субханаллах, хочет нам этим сказать? Мы привыкли, что Рамадан для нас — это такое торжественное мероприятие. Мы ходим в мечеть, читаем таравих-намаз, шумные коллективные фтары, детские праздники. В этом году Аллах, субханаллах, все это нам прикрыл. Что бы это могло значить? Аллах, субханаллах, мудрый. Аллах, субханаллах, милостивый по отношению к нам. В этом году Он желает для нас Рамадана, которого никогда не было. Субханаллах. Ученые говорят, что Тебе необходимо поклоняться Аллаху так, как этого желает Он, а не как этого желаешь ты. Да, ты привык в месяц Рамадан приходить в мечеть, привык читать таравих-намаз, привык посещать ифтары. Но в этом году Аллах, субханаллах, приготовил для тебя что-то лучшее. Субханаллах, Он выбрал для тебя то, что лучше для тебя. Поэтому встреть это с довольствием. Альхамдулиллях, Аллах, я готов. Ты для меня желаешь этого. Я рад. Я доволен твоим предопределением. Альхамдулиллях, Аллах, субханаллах, предопределил тебе именно это. Субханаллах. В этом году Он желает испытать твою искренность. Он желает только тебя, без излишней ретуши, без излишней мишуры, ты и Он. Аллах, субханаллах, посадил нас в наши дома. Он сделал так, что мы не выходим, не выходим в мечеть. Аллах, субханаллах, желает, чтобы в этом году ты поклонялся Ему наедине. И это благо для нас. Субханаллах, когда Аллах, субханаллах, не послал последние аяты суры Бакара, Аллаху принадлежит все, что на небесах и все, что на земле. Аллах как бы сказал, что на Его земле распоряжается Он. Он устанавливает, что хочет. И если вы обнародуете то, что в ваших душах, или же скроете что-то в них, Аллах, субханаллах, несомненно, с вас за это спросит. Тогда с подвижникам стало тяжело от этих слов. Субханаллах, Аллах, субханаллах, накажет нас даже за те мысли, которые приходят в голову. Ведь действительно, иногда человеку приходят такие страшные мысли, что ему охота откинуть их, отбросить их. И поэтому с подвижником стало плохо от этих слов. И они спросили у посланника Аллаха, что нам делать у послания Аллаха. Неужели Аллах сп.д. спросит нас за все, что мы даже думаем и что мы даже намереваемся? Посланник Аллаха сказал с подвижником, а разве вы скажете так, как сказали те, которые были до вас? Сами'на ва асайна? Мы услышали и мы ослушаемся? Нет, скажите, сами'на ва ата'на. И Аллах сп.д. послал аят, ва калю, сами'на ва ата'на, гуфрана ка раббана ва илай ка алмасыр. И они сказали, мы услышали и повинуемся, прости нас, Господи, и к тебе возврат. И после этого Аллах сп.д. ииспослал, ля юкаллифу Аллаху нафсан, илля вусага. Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что ей под силу. Аллах сп.д. после того, как люди подчинились, как сподвижники подчинились, неиспослал облегчение. Так вот, подчинись приказу Аллаха сп.д. подчинись предопределению Аллаха. Аллах сп.д. предопределил для нас такой Рамадан, без излишней мишуры, без излишних, без коллективного поклонения. Хотя джама'и тут таа, основа Рамадана, это коллективное поклонение. Но в этом году Аллах сп.д. желает для тебя что-то лучшего. Незабываемый Рамадан, которого в твоей жизни еще никогда не было. И может быть даже не было в жизни твоих предков, то есть тех, которые жили до тебя. Поэтому Рамадан никто не отменял. Достоинство Рамадана никто не отменял. Посланник Аллаха сп.д. сказал. Тот, кто постился в месяц Рамадан с верой и надеждой, ему простятся предыдущие грехи. Ман кама Рамадана иманан вахтисабан гуфира лягума такаддама минзамбихи. Тот, кто выстаивал месяц Рамадан с верой и надеждой, простятся предыдущие грехи. Ему простятся предыдущие грехи. Ва ман кама лейля талкадри иманан вахтисабан гуфира лягума такаддама минзамбихи. И тот, кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой, ему простятся предыдущие грехи. Смотрите, среди этих вещей Аллах не упомянул коллективного таравих намаза, не упомянул коллективного ифтара. Аллах говорит, сама, кама, постился, выстаивал ночи. Кто тебе мешает выстаивать ночи в Рамадане? Аллах посадил нас домой, освободил нас от работы и желает от нас, чтобы мы поклонялись Ему. В этот Рамадан Аллах желает испытать твой Ихсан, твое благочестие, чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь Его. Если даже ты не видишь Его, Он видит тебя. В этом месяце, в этом году, в Рамадане, ты сможешь сделать ифтар, который не забудет тебя никогда, который никто не увидит, который никто не узнает, кроме Аллаха, его ангелов и тех, кому ты поможешь. Ты можешь перевести мобильным банком, кому-то на ифтар, нуждающимся семьям. Субханаллах, Рамадан никто не отменял, достоинство Рамадана никто не отменял. В конце мне хотелось бы заключить свой урок хадисом Пророка. Когда приходит первая ночь Рамадана, следующей пятницу мы уже будем в Рамадане, когда приходит первая ночь Рамадана, все шайтаны и непокорные джинны сажаются на цепи. И закрываются все двери ада, и не открывается ни одна. И открываются все двери рая, и не закрывается ни одна. И также глашатый возглашает, «О желающий греха, остановись!» «Валиллахи, утакау минаннар» «И у Аллаха есть те, которые освобождены от адской тюрьмы, от адского пламени». То есть Аллах, смотри, приписывает, записывает кому-то из людей отсрочку, амнистию из адской тюрьмы. «Валиллахи, утакау минаннар, вазаликя куллю лейля». И так происходит каждую ночь Рамадана. Этого никто не отменял. Аль-хамду лиллах. Этот Рамадан запомнится нам надолго. Этот Рамадан, Аллах, см.т. желает только тебя. Ты и Он. Аллах, см.т. желает, чтобы ты поклонялся Ему, как будто ты видишь Его. Аль-хамду лиллах. И мы должны встретить этот Рамадан с радостью, с довольством, предопределением Аллаха, не повесить нос, все, Рамадан не удался, все, Рамадан не получится. Нет, аль-хамду лиллах, я раб, о господи, я твой раб, о Аллах, ты мне предопределил такой Рамадан, и я доволен этим. Аль-хамду лиллах, встречай месяц Рамадан, не забудь, что Рамадана никто не отменял, достоинств Рамадана никто не отменял. Хоть даже если ты будешь находиться у себя дома. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту.